Вышла погулять и попала под машину. Авария, в результате которой пострадал 7-летний ребенок, произошла около половины 11 утра в районе дома номер 208 по Московскому проспекту. Малышка выгуливала свою собаку и в какой-то момент животное побежало, а ребенок бросился за ним через дорогу, где как раз проезжала газель. Вытягали, и мама на ней все успокаивала. Кто-то говорит, что одну ножку повредили ей, а кто-то говорит, что и две. Под задними колесами с этой стороны. Медики, прибывшие на место, действительно зафиксировали у девочки переломы обеих ног. Как ребенок мог угодить под машину, местные жители только гадают. Ведь фургон, развозивший хлеб, ехал с небольшой скоростью. Ну, здесь, во-первых, на большой скорости не поедешь. Да, он проезжал, я видела, нет, скорость была небольшая. Я не думаю, во всем виноваты, я считаю, родители. Там стояла еще машина одна. И вот эта девочка, когда, наверное, шла, это так наши соображения, что, наверное, из-за той машины она не видела вот эту машину, я как хлеб везла. Ясность в картину происшествия вносят уже представители госавтоинспекции. В больнице девочка оказалась из-за собственной невнимательности. Водитель просто не успел отреагировать на ее неожиданное появление. Вантажный автомобиль «Газель» для перевезения хлеба. Рухаючись по подъездной дороге, скоюв наезд на пішохода, девчинку семи років, яка раптово вийшла из-за стоячого транспортного засобу. Водитель, на жаль, не умів зупинити транспортный засоб. Словами очевидцев, девчинка прогулювалася одна, без батьків, з собачкой и раптово вийшла из-за припаркованного транспортного засобу. Тому саме сталося данная дорожньо-транспортная пригода. Но последнее слово остается за следствием. Между тем, в ГАИ просят водителей быть внимательнее на дорогах в период наступивших школьных каникул.